очередная очередной раздел туры он называется шлах леха раздел туры так назван потому что в самом начале были такие слова его числа это 13 14 15 глава мы сегодня рассматриваем числа или бамид бар и сказал господь маше говоря пошли от себя шлах леха пошли от себя вот так разделы называется от себя почему от себя потому что там второму же вернее по впоследствии маше говорил народу вы захотели чтобы я посла послал не бог уже богу было все известно но вы захотели почему-то вот пошли от себя людей чтобы они высмотрелись чтобы чтобы они высмотрели землю хананскую которую я даю сынам израилевым бог все знал вот а люди еще раз хотели убедиться а правильно ли говорит бог верно ли его слово вот которую я даю сынам израилевым по одному человеку от колена отцовых пошлите главных из них и послал их маше из пустыни фаран по повелению господней все эти мужи главные сынов израилевых ну сегодня как раз в основном об этом будет и как бы этот раздел там еще немножко есть одна глава она посвящена правилам принесения жертв ответственности за нарушение субботы и прокисти на края на краях одежд еврейских мужчин интересно что эти события события именно вот поход двенадцати саглядатаев в землю хананскую да они посмотрели вернулись доложили народу и соответственно народ что-то там говорил чем какие-то были приняты решения мы об этом немножечко позже но интересно что вот эти вот события они связаны вот связаны с рассказом саглядата связаны с предыдущими событиями очень даже почему смотрите это мы рассматриваем 13 главу в 10 главе после годичного стояния у горы харив израиль двинулся в землю обитованную это 10 глава 11 не успели начать путь как народ народ стал роптать вслух вслух господа за то что из-за этого вспомнился гнев господин и начал поражать край стана и только после этого заступничество маша очень остановила поражение сразу же после этого написано вот пришельцы вместе с ними сына израиль стали роптать и плакать об оставленных в египте мясе рыбе огурцах репчатом луке и чесноке но мы прошли прошлый раз вы помните да об этом об этом говорилось маша попрошил помощью господа бог дал перепелов народ наелся ну а потом прослезился и глава двенадцатая аллилуйя аллилуйя хорошо в общем ну начало не самое успешное да не успели начать путь в земле бетон и здесь короче началось как-то похоже вообще-то на избранный народа но к сожалению к сожалению да как говорят еврейские штучки да вот в общем вот после этих событий вот происходит эта ситуация с оглядатыми посылают они пошли посмотрели принести принесли двоем там два человека еле-еле принесли кисть винограда говорят ну классная земля но мы туда не пойдем почему гора там города там укрепленные с высокими стенами народ там очень высокий сильный и при том такое что и мы в них и мы казались в их глазах как это как саранча и они думали о нас что мы саранча чего не так решили что не там залезли им голову но вот они почему-то так решили короче мы туда не пойдем народ начал плакать говорит боже это ты короче решил погубить нас и детей наших вот и короче говоря не пойдем два человека значит халяв и навин они разодрали одежду говорит народ ну снапишь бог пойдем победим какие проблемы но если они не пойдем вообще а этих вот которые побить их ну пришлось богу опять явить свою силу и славу чтобы короче они забыли забыли про это же забыли про это желание и числа да ну и соответственно соответственно опять же все вы все знаете да что бог сказал за то что вы вернет посмотрите и сказал господь маше доколе будут будет раздражать меня народ сей доколе будет он не верить мне при всех знамениях которые я делал среди его вопрос то есть смотрите бог видел основную причину они не верили ему да он говорит я им показывал здесь я им показывал вот все что можно выявлять силу какую только можно да казни египетские море раступилась колесницы потоплены народ вот шел и все все у него получалось скиния была среди была построена скиния она гарантировала божье присутствие среди среди божьего народа в скинии были скрижали вот которая символизирует был завет заключен скрижали символизировали завет что бог будет богом у них все получится все было да вот там манна была захотели перепелов и перепелов столько что бог говорит месяц будете два миллиона человек месяц говорит будете есть эту это это мясо дал им дал им авторитетного лидера маша который имел личное общение с богом они это видели потому что маша у него была отдельная палатка назвал ее скинии собрания он туда приходил столб огня столб облачный господа приходил к этой палатке значит и народ знал что маша общается с богом они сами стояли в это время у палаток и поклонялись написано то есть они знали что их лидер имеет личное общение с богом он знает куда вести он знает как это делать он лично получил это от господа второе они имели главных в своем своем народе ладно машетам далеко где-то да ну вот прямо вот у них у них были 70 старейших 70 старейших 70 самых главных проверенных и авторитетных людей помазаны духом святым потому что господь там на виду очевидно у всех взял от духа маша и как поместил на них это были помазанники люди обладающие авторитетом умные предназначены быть лидером для этого народа и тем не менее вот эти лидеры это же они пошли и они принесли эту вещь оказывается друзья оказывается помазание это еще не самое главное вообще-то в жизни человека дары это еще не самое главное в жизни человека вот на примере вот этих людей до которые вот свежие помазание имели не то что когда-то там и годы назад нет вот сейчас господь их помазал они все имели для того чтобы управлять и вдохновлять народ и что полу что получилось и так писание нам говорит о том что на самом деле действительно то что бог дает как говорится это это очень важно для нас потому что это все давно как написано на пользу но вот бог ценит другие не то что не ценит но он больше вот так вот скажем он больше цене другие качества которые есть у нас вот первое царство 1522 вы это хорошо знаете это место писания послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов и не только как говорится послушание и доверие ну послушание исходящее из доверия богу бритхадаша новый завет подтверждает это 1 петра 1 2 это он обращается к верующим бритхадаша нового завета и он говорит избранным по предвидению бога отца при освящении духа к послушанию и окроплению кровью еще машеха послушай оказывается вот для чего мы избраны послушай быть не просто там в дарах двигаться не просто там исцелять направо налево не просто слово говорить да с дерзновением это мы должны быть послушны во всех обстоятельствах вот господу и знаете на этом можно было бы завершить комментарии ну послушанию народ давайте будем послушны и так далее это само собой это это первое самое видимое что мы видим из как бы из этого раздела но вот вопрос почему народ видя столько чудес знамений от господа имея такое руководство да значит почему был столь столь непослушен богу я нахожу себе ответ в исая 1 2-4 сейчас наверно вам покажу слушай небеса и внимать земля это через 700 лет уже было тоже тот же народ вот но через через 700 лет а проблема та же самая и причина та же самая и так слушайте небеса и внимайте земля потому что господь говорит я воспитал и возвысил сыновей они возмутились против меня вол знает владетели своего осел ясли господина своего а израиль не знает меня народ мой не разумеет ну и дальше говорит народ грешный оставили господа призверили святого израиля повернули назад та же самая причина повернем назад не доверяем короче пойдем пойдем своими путями но смотрите выделяю а израиль не знает меня я думаю что это основная проблема которая которая была у людей это вообще проблема понимаете то что проблем это вообще проблема всех людей от адама адаму тоже надо было познать господа он тоже в чем-то его не знал потом вспомните вспомните авраама 25 лет авраам да значит познавал бога да пока начали свершаться в его жизни начали свершаться ну те свершения о которых говорил о которых говорил господь возьмите иосифа 13 лет он что-то он познавал давид тоже 13 лет я равша уль то же самое достаточно годы годы несмотря на то что он много чего знал и понимал тем не менее он тоже шел и познавал бога то есть это вопрос основной понимаете это основной вопрос что мы должны познавать бога и подтверждением этому является потребляется деяние 17 26 28 ну вам наверно высветят полностью а я скажу так коротко чтобы написано что он сотворил нас только для того чтобы мы познавали бога написано для того чтобы мы искали его какой он кто он для нас да кто он для этого мира какой он что ему нравится что для него ценно что мы должны делать. Вот познание Бога, что мы должны делать, на кого мы должны быть похожи, какие дела мы должны делать, которые прославят Его и так далее. Как мы можем узнать нашего Бога? Друзья, только в пути. Только в пути. Иоанна 14, 6. Ешоа сказал ему, я есм путь и истина. Вам подсказка. Хорошо. Я есм путь истинной жизни. Никто не приходит, к Отцу, как только через меня. Друзья, только в совместном пути с Богом мы можем познавать Его. Не просто прочитать о Нем, какой Он. Это классно, когда мы читаем, когда мы изучаем. Но мы идти с Ним должны. Мы должны в пути познавать Его. В каждой ситуации нашей мы должны познавать Его любовь, Его верность своему слову, Его помощь и поддержку, способность прийти на помощь, проявить чудеса в нашей жизни. Это мы можем не по книжкам, друзья. Только в пути. Поэтому Писание, если раньше евреев называли до Ешоа людьми книги, нас называют людьми пути. Людьми пути, друзья. Поэтому непокорные израильтяне, называвшись Божьим народом, раз они Божьим народом, они были отправлены в путь. Ну, в путь, вы знаете, 40 лет в общей сложности они ходили, учитывая предыдущий год. И на этом пути они познавали Бога. И у них получилось, потому что, когда пришли их потомки уже, они сами, написано, их кости остались в пустыне. Когда их сыновья, старше, ну, младшие, и те, которые до 20 лет, они пришли в землю, уже в землю обетованную, друзья, они были очень послушны. Ну, какое-то время, по крайней мере, как минимум пару поколений, они все помнили, они были очень послушны, они научились, они познали, они познали Бога. Ну, а потом начались уже качели. Вот. Значит, и у меня, завершаю я такой двойной, благой вестью для нас. Смотрите, Писание учит нас в этой ситуации о том, что у нас всегда есть выбор этого пути. Он может быть как длинный, да, ну, условных 40 лет, для каждого из нас. У каждого из нас есть, как говорится, свои пути. И он может быть короткий. Я напоминаю, что путь до Ханана, он был 11 дней, ну, на верблюдах где-то так вот, или так, понемножку. Ну, короче, не очень быстро, если идти, можно было дойти до 11 дней. Они шли 40 лет. Друзья, и у нас есть выбор. Вот. Но, значит, еще одна благая вещь. Для тех, кто решил испытать Бога и пойти по пути непослушного народа, есть тоже благая вещь. Бог будет с тобой на протяжении всех 40 лет. Он будет помогать. Но благая, все-таки, наверное, часть, довериться Богу, да? Доверить Ему нашу жизнь. И бы, вот, ну, все-таки, ну, я говорю, к условному нашей земле обетованному, каждому, в каждой из нас мы не разворачиваем это понятие, да? Да, благословит Господь нас, даст нам мудрость, вот, и даст нам познание нашего Господа, потому что только через это мы получаем успех в нашем пути. Аминь. Аминь.